Всем привет! С вами Диана Суворова и в сегодняшнем видео я буду делать макияж с супер бюджетными фаворитами косметики. Я собрала здесь все самое интересное, все из бюджетного сегмента, все, что я уже тестировала у себя на канале в плейлисте про бюджетную косметику. Здесь будет и косметика из магазина Ева, и какие-то аналоги люкса. В общем, здесь будет много чего интересного. Если вы вдруг впервые зашли на мой канал, впервые на него сегодня кликнули, добро пожаловать! Не забудьте подписаться, прежде чем вы уйдете, потому что бюджетную косметику на своем канале я тестирую очень часто. Видео выходит два раза в неделю, так что добро пожаловать! Я думаю, что в преддверии Нового Года хочется чего-нибудь праздничного, интересного, яркого, поэтому сегодня как раз будет такой макияж. По традиции я буду начинать свой макияж с макияжа глаз и буду использовать палетку The Blush Nude от бренда Ruby Rose. Палетка у меня в розовых спокойных оттенках, не такая яркая, кричащая, нету красных каких-то, она довольно носибельная. Я начну, наверное, с самого светлого оттенка и просто его добавлю под бровь. Сейчас, конечно, в моде какие-то красные оттенки, но мне вот по душе что-нибудь такое повседневное, спокойное. И следующий оттенок будет вот такой вот, матовый, и я его добавлю слегка в складку века. Углубим макияж матовым оттенком, чуть-чуть более темным, тоже из палетки. И добавляю его на внешний уголок. Вообще, когда есть скотч, очень удобно делать такие макияжи. Все, что вам нужно, это пушистая кисточка. И, в принципе, весь макияж можно сделать одной лишь кисточкой. Как вы видите, с этой палеткой получается очень красивый макияж глаз. У нас уже готова основа, в принципе, под любой макияж. Можно использовать шиммерные оттенки из этой палетки. Они здесь тоже очень классного качества. Но я не буду их использовать сегодня, потому что я нашла просто космический жидкий глиттер от L'Amel. Они меньше 100 гривен, по-моему. И это просто точная копия вот этих вот теней от Stila, которые стоили, по-моему, 25 долларов. Вот за такую одну штучку. И они совершенно ничем не отличаются. Это практически, в общем, бюджетный аналог теней от Stila, который я прям очень сильно любила. Это и люблю до сих пор, конечно же. В общем, круто, что есть практически точная копия. Этими тенями очень просто пользоваться. Все, что нужно сделать, добавить их вот сюда на внутренний уголок глаза. Аккуратненько по своей форме. Посмотрите, как красиво они переливаются. Это просто невероятно. Другие оттенки мне понравились меньше. Вот этот вот светлый самый-самый красивый. Теперь самое главное не моргать и дать им высохнуть. И в принципе это все. Держаться они тоже будут очень долго. И мне кажется, что это просто невероятные тени для нового года. Ну и на другой глаз я добавлю стилу, чтобы вы увидели разницу. Вернее, разницу вы практически не увидите. Ну как, скажите мне, вы видите какую-то разницу в оттенке? Я вообще не вижу. Они абсолютно одинаковые. Такое ощущение, что их делали просто на одном заводе. Тени уже подсохли на глазах. Чем плюс использования такого жидкого глиттера? Это то, что они не скатываются, они не осыпаются ночью, днем, в общем, во время важного события. Но ими очень просто работать. Из аппликатора нанесли как надо и все. Главное дать им высохнуть. Сейчас я уже нарисовала стрелку с одной стороны. И здесь важно использовать какой-то жидкий лайнер. У меня нет особых супер бюджетных фаворитов в этом плане. Но я очень давно и долго пользуюсь вот этой подводкой от Maybelline, которая тоже в принципе бюджетная. Это матовая жидкая подводка, в которой очень классно рисовать стрелки. Именно поверх каких-то вот таких вот ярких глиттеров, она их хорошо перекрывает, делают четкую такую вот стрелку. Поэтому я часто ее использую. Один у нее есть минус, что она не переживет прям вот супер влажную погоду и супер жаркую. То есть летом я использую ее чуть меньше, но на зиму и вот к такому макияжу она подходит лучше всего. Ну что же, со стрелкой и с накрашенными ресницами уже тоже намного лучше. У меня, кстати, нету особых фаворитов в тушах каких-то супер бюджетных. Я люблю туши Maybelline. Вот здесь у меня Total Temptation. Она мне нравится. Нравится еще Lush Sensational. Если у вас, опять же, есть фавориты в супер бюджетных тушах каких-то, напишите мне в комментариях. Я тоже присмотрюсь к вашим советам. То у меня есть очень бюджетный вариант. Это реснички, которые я тоже часто показываю в своих видео. Это реснички-половинки, которые стоят, вот такая вот коробка из 10 ресниц, стоит около 2 долларов, даже, по-моему, меньше. Я их очень люблю с ними. Очень просто обращаться, очень просто их клеить. Еще часто меня спрашивают, какой я клей использую для таких ресниц. Я люблю клей Duo. К сожалению, это совсем не бюджетный вариант. Он стоит намного дороже, чем сами накладные ресницы. Но вам его хватит надолго. От него точно не будет аллергии. Этим клеем очень просто пользоваться. Тут есть кисточка. Вы прокрашиваете ресничку. У меня он в черном цвете, но есть и в прозрачном. И все, что вам нужно сделать, это приложить эту ресничку в уголок глаза. И, в принципе, это все. Это очень-очень просто. В конце дня вы просто потянете эту ресничку. Она сама отклеится. Клей можно счистить с реснички. Очень просто. Duo клей вообще счищается за секунду. И, в принципе, это все. Эти реснички вытягивают уголки глаз. Очень выигрышно. И красиво смотрятся. Натурально. Никто даже не догадается, что у вас накладные ресницы. Потому что они очень натуральные, красивые. Очень много подписчиков советовала мне попробовать помадку для бровей от Glambeam. Я последовала вашим советам. Я всегда прислушиваюсь. В общем, протестировала. Мне очень понравилось. У меня, кстати, в оттенке 2. Она слегка теплая. Она не совсем холодная. Но все-таки очень интересного, красивого оттенка. И здесь у нас, собственно, кисточка, которой нужно наносить эту помадку. Очень классно. Можно вот такие вот штришки рисовать. Любой, в принципе, любого размера. Потоньше, потолще. Спасибо большое за рекомендацию. Как вы видите, брови можно сделать совершенно любые с этой подводкой. Можно сделать насыщенные, можно сделать легкие. Все зависит от того, как вы ведете линию. Сильно ли нажимаете или нет. В общем, мне нравится, как получилось. Мы едем дальше. И сейчас я буду уже переходить к макияжу лица. Буду использовать увлажняющую базу под макияж. Вот в такой вот интересной упаковке. В виде, не знаю, сыворотки какой-то. Это бренд LCF. Который тоже недавно я тестировала все на канале. В отдельном видео. Прикольная база. Многие из вас писали мне о том, что купили, попробовали. Понравилось. Это очень приятно. В общем, она увлажняет кожу перед нанесением тонального крема. И подготавливает ее. Поначалу кажется, что она вроде бы ничего не делает. Ничего такого особенного. Вода и вода. Но на самом деле, вот сейчас видно, что кожа даже слегка заматирована. Поры заблюренны. Ну и на нее сверху хорошо цепляется тональный крем. Тональный крем, который я буду сегодня использовать. Это бренд Evelyn, нашумевший тональный крем. Тоже есть на него тест-драйв на канале. Очень классный бюджетный тональный крем. Который, в принципе, подойдет для любого типа кожи. В такой вот форме сейчас очень популярной. В виде капелек. И у меня в оттенке 005. Буду наносить его кисточкой на лицо. Он хорошо ложится, хорошо распределяется. Многое перекрывает. Его лучше наносить, кстати, какой-то кисточкой на лицо. Его можно наслаивать там, где нужно. В общем, если не пробовали, то попробуйте. А если пробовали уже, то напишите в комментариях, конечно же, ваш отзыв на него. Я думаю, это будет интересно всем подписчикам моего канала. Тональный от Evelyn действительно красиво выглядит на лице. Сейчас я буду добавлять консилер. Здесь у меня бюджетный фаворит от Mark. Это у меня консилер, который называется Nude Matte в оттенке Fair. Очень светлый. В удобном таком аппликаторе. Он довольно пигментированный. Все очень хорошо перекрывает. И немного вот в этом оттенке высветляет. Катурально смотрится. В общем, мне он нравится. Я его часто использую. Посмотрите, прям вообще пигментация у него на пятерку. И мне отлично подходит по оттенку вот этот Fair. Закрепять макияж я буду еще одной классной находкой от бренда LCF. И это матирующая пудра. Очень шелковистая. Я уже говорила про нее в одном из своих видео. Я буду закреплять ей консилер. Потому что он немножко липковатый. И чтобы он никуда не скатался в течение дня, лучше его слегка закрепить. И чуть-чуть нанесу пудры на все лицо. Потому что у меня будет еще контуринг и хайлайтер. Эта пудра мне нравится. Она дает такое шелковистое покрытие на лице. Очень компактное. Много места не занимает. В общем, классная бюджетная находка. Следующий продукт, мне кажется, это точно бюджетный шок. Бюджетный супер-шок. Это средство для контурирования от бренда Lamelle. Это румяна для контуринга в оттенке 06. Вы только посмотрите на этот просто оттенок. Он и не теплый, и не супер-холодный. Такие румяна стоят около 50 гривен или даже дешевле. С ними очень просто работать. Вы наносите их на скулы какой-нибудь большой такой кисточкой, которая сама все растушевывает. Посмотрите, какой красивый получается оттенок. Прям восторг, конечно. И однозначно мой фаворит, супер-бюджетный фаворит. И я даже не знаю, с чем их еще сравнить. Конечно же, такому макияжу не хватает красивого хайлайтера. У меня здесь есть несколько бюджетных вариантов для вас. Практически во всех видео, где я тестирую бюджетную косметику, всегда классные хайлайтеры. На удивление. Здесь у меня два варианта для вас. Во-первых, это хайлайтер от Estrada в 304 оттенке. Я знаю, что его очень сложно достать в Украине. Мне его привезли. Он такой жемчужно-розовый, скорее даже больше жемчужный, с легкой такой вот розовинкой. И он прям очень красивый, деликатный. Смотрится на коже безумно красиво, стоит недорого. И, конечно же, я могу его смело рекомендовать. И вот он нам сам хорошо может даже чуть-чуть растушевать и контуринг наш, если это нужно. Кисточка, которую я использую, часто меня спрашивают, что за кисть. Это тоже Pidelium Tools из сайта iHerb. Тоже довольно недорогая. 941 для хайлайтера. Она очень нежно наносит хайлайтер. Прям как будто какой-то беличий хвостик. И второй хайлайтер, который я тоже тестировала у себя на канале, это бренд Lamelle. Очень красивый хайлайтер в оттенке 101. Это такой запеченный хайлайтер. Единственный минус у него, это, конечно же, его хлипенькая-хлипенькая упаковка. Многие мне писали, что этот хайлайтер впоследствии остается без крышки. Это очень плохо. Здесь очень много продукта, хватит его на очень долго. И это действительно тоже обалденный хайлайтер, который на коже смотрится тоже безумно красиво. Мне кажется, они даже чем-то похожи с эстрады, но немножко разные, конечно, по текстуре. Этот такой более запеченный, но тоже очень сияющий и красивый. Нравятся оба, и оба могу, конечно же, рекомендовать вам в качестве каких-то бюджетных вариантов. Чуть-чуть я добавила вот сюда на переносицу. И вот так вот нежно я могу пройтись по губам, делая такой вот светящийся контур. Потом, когда я буду добавлять помаду, это будет смотреться очень красиво. И такой кисточкой, конечно, очень удобно это делать. Она прям сама нежненько гладит кожу, довольно приятно. Прежде чем наносить помаду, я нанесу на губы вот такой вот бальзам EOS. Смотрите, как он прикольно выглядит. Он прозрачный. Продается он на iHerb, стоит он около 2 долларов. В принципе, тоже можно его считать бюджетным фаворитом. И, кстати, такое яйцо может пригодиться вам в качестве бюджетного недорогого подарка для ваших подруг, любимых и близких. Очень классный вариант. Ссылку вам оставлю внизу, конечно же, продается на iHerb. Я, кстати, сегодня очень долго думала, какую же мне помаду подобрать под сегодняшний образ. Сейчас очень много всяких бюджетных вариантов. Бюджетных помад, жидких, матовых, блестящих, лаковых, абсолютно любых. Но мне показалось, что самый бюджетный вариант это использовать обычный карандаш для губ. И у меня здесь карандаш, который стоил мне 14 гривен. Ну, возможно, он сейчас стоит уже 16 или 17. Немножко цена, возможно, поднялась. Надо проверить. У меня в оттенке 06 Lily. Очень красивый оттенок. Я нанесу его на все губы. И смотрится он потрясающе. Долго держится. Губы с ним матовые. Не сушат. В общем, и цвет довольно универсальный, подойдет всем. И, кстати, колбачок у него в виде точилки, что очень удобно. Сразу подточил остро, как надо. И вот так красиво смотрится карандаш на губах. И можно слегка выйти за контур губ, если нужно где-то увеличить в каких-то местах, если необходимо. Мне очень нравится, как он смотрится. И он довольно комфортный на губах. Можно подправить в течение дня. Много места тоже не занимает. В общем, бюджетный вариант. Я себе таких купила сразу 4 штуки. Заканчивать я макияж буду фиксирующим спреем, который нам все закрепит. Будет держать макияж в течение дня или ночи. В видео, где я тестирую Эвелин, я показывала, как работают фиксирующие спреи. Я наносила его на зеркало и было видно, когда спрей высыхал, он образовывал легкую пленку. То есть все как бы запечатывает весь ваш макияж. Это очень круто. Мне он очень понравился, как он работает. И сейчас я его тоже нанесу. Ну что же, свой макияж я уже закончила. Надеюсь, вам понравился такой формат, где я рассказываю уже о проверенных средствах у своих фаворитов. Напишите мне в комментариях, что вам понравилось больше всего из того, что я сегодня показала. Ну а мы очень скоро увидимся в новых видео. Ну а я пошла праздновать уже, наверное, Новый год с таким-то макияжем.